В 1966 году Chevrolet представил Turbo Titan 3 – ходовой прототип, сочетающий прогрессивный дизайн с техническими инновациями, основной особенностью которого стал газотурбинный двигатель пятого поколения. Turbo Titan 3 построили на стандартном шасси, а 12-метровый полуприцеп из нержавеющей стали изготовили специально. Общая длина автопоезда достигла 15 метров при полной массе 35 тонн. Мощность газотурбинного двигателя GT309 составила 280 л.с., а крутящий момент – 1200 ньютон-метров. Стандартная автоматическая трансмиссия Ellison соединялась с газотурбинным двигателем через специальный алюминиевый адаптер. Жемчужно-белая кабина Turbo Titan 3 была сделана из стекловолокна и стали. Передние крылья закрывали все элементы шасси и доходили до задних колес. С обеих сторон в них были предусмотрены люки для доступа к аккумуляторным батареям. Доступ же к газотурбинному двигателю осуществлялся откидыванием кабины вперед. Двери откидывались вверх с помощью электропривода. Выдвижные фары располагались внутри передних воздухозаборников и были выполнены в виде блоков с тремя лампами в каждом. Указатели поворотов и габаритные огни также были выдвигающимися из передних крыльев. Внутри водители и пассажиры встречали кресла космического дизайна с интегрированными подголовниками и убирающимися ремнями безопасности. Стереофоническое FM-радио и телефон использовались на грузовиках впервые. Но самая запоминающаяся и инновационная особенность интерьера – система двойного управления Dual Steering System, разработанная компанией General Motors. Эта система располагалась на специальной площадке перед водителем и заменила привычное рулевое колесо. Два диска, размещенных на этой панели, отдавали сигнал на поворот колес. Управление автоматической трансмиссией и указателями поворота также было вынесено на эту панель. У Turbo Titan 3 были все шансы стать серийным, но в 1970 году в США ввели ограничения по выбросам вредных веществ и оказалось, что адаптировать к этим нормативам машину с таким двигателем слишком сложно. Проект был заморожен до лучших времен, которые вы так и не настали. Вы были на канале Покоритель Бездорожья. Поддержите видео лайком. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok